Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Это утро на Болткоме. Сегодня его проведем мы, Артём Липин и Абик Элкин. Доброе утро. Звукорежиссёр Родион Золотарёв. Я напоминаю, телефоны прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9, также номер ватсапа 230 6191. Ну и сейчас к нам присоединяется в режиме удалённого доступа по скайпу Олег Буров, один из лидеров партии Чествует Риги, бывшей мэра Риги. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, по-моему, вчера вы сделали заявление, которое, наверное, волнует очень многих рижан. Это что касается возможных штрафов за задержку коммунальных платежей. Мы все знаем, в какой ситуации оказался весь мир, Европа и Латвия. В частности, я имею в виду ситуацию, в том числе экономическую и социальную. Многие люди потеряли работу. Кому-то кто-то ещё числится, но ему предприятие не в состоянии заплатить. Вот, может быть, несколько слов об этом заявлении. Почему вы посчитали необходимо выступить публично по этому вопросу? Я уже, в том числе и в вашей студии, несколько раз говорил о том, несколько недель тому назад, что нужно в этой ситуации отменить штрафные санкции, так называемые пени, трём предпринимательским обществом. Это Ригас Уденс, Ригас Силтумс, Ригас Намопарвалднекс. Почему я говорю трём? Это три, которые контролирует Рижская дума. Первое, это сделал Ригас Уденс, которые заявили, что они не считают штрафные санкции. Второе, это приняли решение Ригас Силтумс. Увы, Ригас Намопарвалднекс, наше самое большое коммерческое предприятие Капстора, обслуживает 4 тысячи домов в Риге. Пока это решение не приняли, поэтому я считаю, это нужно принять. И на самом деле, обращаюсь и к администраторам, и к правлению этой организации, незамедлительно примите это решение, потому что на сегодняшний момент считается, что штрафные санкции за незаплаченные платежи Ригас Намопарвалднекс идут и сегодня. Поэтому это, конечно, нужно отменить. Если мы говорим дальше о том, что дальше нужно делать, я хочу повторить то, что я говорил, Абек, у вас в студии, несколько недель тому назад, что, наверное, нужно рассмотреть вопрос о возможном временном снижении тарифов. И, например, тот же Ригас Уденс, Ригас Силтумс, они могли снизить свои тарифы в этой ситуации. Если мы говорим про Силтумс, информация прошла о том, что в апреле будут, конечно, в апреле становится теплее, тарифы так или иначе будут ниже, и скоро отопление будет отключено. Но вот я думаю, что вопрос о снижении тарифов, он наиболее актуален для Ригас Уденс. Ригас Уденс. Естественно, это вопрос регулятора, но мне кажется, что Ригас Уденс это нужно инициировать. Да, мы знаем, что в целом ряде европейских стран даже приостановили коммунальные платежи, понимая, что просто людям нечем платить. От кого зависит такое решение, не знаю, в Риге, в Латвии, это, наверное, на уровне правительства нужно решать? Ну, если мы говорим о муниципальных предприятиях, то это зависит от муниципалитета, и в этом есть историческая роль самоуправления, то, что зависит от них, они это могут убрать, эти платежи. Мы очень долго решаем вопрос той же арендной платой, о которой мы говорили. И, например, по сегодняшним решениям кабинета министров можно не начислять арендную плату предприятиям, которые занимаются кафе, рестораны, да, то есть, которые занимаются, дают такие услуги, да, но то, что касается магазинов, там, по-моему, на сегодняшний момент нет. И вот, например, тот же Агентсканский рынок, им у нас, это арендный договор у Рижской думы, с ними нет возможности снизить арендную плату. Я считаю, что это тоже неправильно. То, что они там делают, да, и хоть как-то что-то, какая-то деятельность происходит, это хорошо. Я считаю, что в данном случае мы не должны считать эти копейки, мы должны просто взять и отменить арендную плату, пусть пока у людей будут такого рода каникулы. Когда ситуация улучшится, тогда можно, может быть, тоже не сразу же, но постепенно увеличивать. Например, там, первый месяц 20%, потом там 50%, дальше идти, но это в зависимости от экономической ситуации. Сейчас это нужно сделать незамедлительно. Что касается времени администрации Рижской думы, потому что, когда мы говорим о Рижской думе, многие, может быть, уже подзабыли в свете всей этой трагической ситуации с коронавирусом, что на самом деле думы нет. Есть три чиновника министерства, которые выполняют обязанности вот этой временной администрации, и есть такое ощущение, что эти три человека, ну, может быть, несколько растерялись, потому что их действия во многом такие хаотичные. То не будем отменять скидки, льготы вот на проезд в общественном транспорте, то резко вдруг отменили. Вот, может быть, несколько слов об этой чехарде, вот ваше мнение, что нужно делать, что не нужно делать. Да, как таковая Рижская дума существует, нет депутатов, 60 депутатов, да. И есть люди, ну, понятно, двое из них работники министерств, это своего рода технари, профессионалы в своей области, руководят главный, так скажем, администратор, это госсекретарь министерства среды, да, они, наверное, несомненно, хорошие чиновники, но все очень непросто. Эта ситуация на самом деле очень непростая, потому что нужно принимать быстрые решения, нужно брать на себя политическую ответственность, за ними не стоит никакая политическая партия. Это непросто. Сейчас нет времени оглядываться, сейчас нужно быстро принимать шаги. И вот, например, их решение в пятницу. Поэтому я не хочу их, как людей, критиковать, надо, может быть, смотреть на эту ситуацию и говорить о том, что нужно менять, но решение, которое они приняли в пятницу, о том, что отменить скидки для пенсионеров при проезде в общественном транспорте, я считаю абсолютно неправильным. Почему? Ну, я понимаю, что идея, наверное, идея понятна, сделать все, чтобы пенсионеры не выходили из дома, поэтому, чтобы их не мотивировали бесплатные поездки в общественном транспорте, ну, извините, ну, тогда можно просто замуровать дверь, приковать всех батареи отопления, около нее тепло и там сидеть, да. Так нельзя было делать, потому что, так или иначе, у нас много магазинов, но есть такие ситуации, где до магазина нужно проехать пару остановок. Есть аптеки, их тоже много, но есть такие ситуации, их много, где до аптеки нужно проехать пару остановок. Не в каждой аптеке есть лекарства. Я сам себе на прошлой неделе искал лекарства от повышения давления, и мне пришлось объехать много аптек. Ладно, я это проезжал на машине, да, но вся эта ситуация, она такая, она может создаться абсолютно по-разному. Есть походы в поликлинику, и в конце концов, например, вопрос пенсии. Мне позвонил один из пенсионеров, ну, от группы пенсионеров, проживающих на Югле, и что они говорят, у них отделение банка, это банк с новым названием, Индастр, по-моему, да, который офис находится на Элизабетасе, и Бриви, в кабинете министров. Они закрыли свой филиал на Югле и написали, за пенсией вы должны переезжать на Элизабетас 55. И что у нас получается? Что, с одной стороны, мы хотим ограничить контакты, мы говорим 2 и 2, не больше двух человек и 2 метра, и все это правильно. С другой стороны, мы говорим пенсионера, садитесь в общественный транспорт из Югла, Пурцемса, приезжайте в центр города. За пенсией в очереди. Дойте в очереди за пенсией, потом также уезжайте обратно. Но это неправильно, да. И кроме того, сейчас, начиная вот с прошлого, с прошлой пятницы с решения, им за свою поездку еще нужно, за свои пенсии, которые в основном у всех людей это прожиточный минимум, нужно еще заплатить полную сумму проезда. Поэтому я считаю, что в данном случае, вот чтобы я посоветовал администраторам, тем, кто сейчас руководит Думы, мне кажется, нужно было бы все-таки дать какие-то окна. Хорошо, пусть пенсионеры не катаются, вы меня извините, с утра до вечера на транспорте, хотя я думаю, что таких пенсионеров чрезвычайно мало. Сделаем какое-то окно, когда, ну, например, с 10 до 4, там, с 11 до 4. Ну, пока те, кто работает, да. Когда люди уехали на работу, еще не вернулись, общественный транспорт ходит и ходит пустой. Дайте возможность в это время пенсионерам ездить бесплатно, вот на время кризиса, да, потом, когда кризис будет отменен, опять они все время будут ездить бесплатно. Дайте возможность, это первый шаг. Второе, давайте встретимся с руководителями всех торговых сетей, Максима, Мега, Риме, и договоримся. Давайте, приоритетное обслуживание пенсионеров, например, в это же время, когда я сказал, когда транспорт бесплатно. Встретимся сетью аптек. У нас владельцев аптек, у нас, так же, как и сеть торговая, так же и сеть аптек, в основном это контролирует несколько фирм. Да, абсолютно верно. Давайте встретимся и поговорим с ними. Давайте проанализируем, где получают у нас пенсию, в каких банках. Встретимся с руководством банков. Да, не то время, мы не можем банкам поручить, но давайте по-человечески поговорим, организуем вот эту вот всю работу так, чтобы это было в определенное время, везде можно было получить эту услугу. Почему отделение банков закрывается? Ну, давайте откроем их, не надо их было закрывать. Скажем, что пусть они работают, например, несколько часов в день, да, пусть будет какой-то график, когда они могут приходить за пенсией. Но это абсолютно неправильно. Да. Может быть, еще один вопрос, который я хотел задать. А вот о социальной помощи. Сейчас мы слышим, каждую неделю, иногда два раза в неделю правительство начинает говорить, ну вот поможем вот это, пособие по-простую, там потом вот тем, кто занимается индивидуальной хозяйственной деятельностью, потом там творческие люди и так далее, и так далее. Но самоуправление, у нее тоже есть определенные функции. И когда была Рижская дума, ну действующая, я имею в виду, с депутатами, все-таки были определенные социальные программы. Сейчас вообще ничего не слышно, что, к примеру, тоже столище самоправление сказал, вы знаете, ну в этой ситуации мы там возьмем из бюджета там особые какие-то полномочия, поможем вот этим, там, не знаю, многодетным пенсионерам, у которого минимальная пенсия там, на которой практически невозможно прожить. И еще какая-то категория людей, которые остались без работы и вроде не подпадает под это дикставость простой вот это вот пособие, да? Не, ну здесь все зависит, естественно, вы абсолютно правы о решениях самоуправления, да? И в данном случае я бы хотел опять сказать, не только в этих не виноваты эти три человека, не будем этих трех администраторов критиковать, сложилась на самом деле чрезвычайная ситуация. Я хочу еще раз сказать, когда Думу много раз говорили в Риге чрезвычайная ситуация с мусором, кризис, вот чрезвычайная ситуация, тогда никакой чрезвычайной ситуации не было. Сейчас на самом деле ситуация чрезвычайная. И получается то, что, естественно, этого менеджмента, который есть с тремя администраторами, это не просто потому, что они не знают Рижскую Думу, они не знают систему работы Рижской Думы, департаменты, они разные люди, которые руководят тоже разные. Кто-то хочет отсидеться это время, да, и сильно не высовываться. Это менталитет чиновника, может быть, все это отсидеть смирно, а то, может быть, инициатива наказуема возьмут и уволят, да. Поэтому довольно трудно. Смотрите, у нас тоже довольно долго обсуждался вопрос, что делать с теми, по-моему, их 1500-1400 детей, которые как малообеспеченные получали бесплатное питание в школах. Да, теперь не получают. Рига приняла решение о том, что будут вот эти подарочные карты, на которые можно прийти, отовариться в магазинах, за исключением, естественно, родители не могут купить на эти деньги ни алкоголь, ни табак, да. Но это одно из решений. В самоуправлениях других развозят продукты питания. Например, это делается в Алмере. В Риге это не так просто, потому что Рига очень большой город, и развести продукты питания, это уйдет очень много времени, большой ресурс, и это не совсем правильно. Делать какие-то точки, куда люди могут прийти, тоже не совсем правильно, потому что мы ограничиваем коммуникацию. Поэтому здесь надо смотреть, что делать, но кроме того, есть еще один вопрос. Есть малообеспеченные. Но у нас каждым днем сейчас больше и больше семей будет подходить к статусу малообеспеченных. Это реальная ситуация, потому что нет работы, да, все встало. И поэтому сейчас очень много... И сейчас тоже нужно принять решение, что мы делаем вообще с бесплатным питанием, потому что в Риге было вообще бесплатное питание для всех школьников. Если учебный год будет продлен, а он, скорее всего, будет продлен до конца, я так думаю, да, до конца учебного года... Именно так. То есть мы будем еще два месяца учиться на отдалении, да, и дети, кому на самом деле это трудно, те семьи, которые в тяжелой такой материальной ситуации, тогда что делать? Может быть, и для них этот вопрос нужно решить. В конце концов, у Думы в бюджете есть деньги о том, чтобы обеспечить ежедневное питание для всех. Поэтому, может быть, нужно просить родителей и честно их спросить, кому из ваших детей нужно бесплатное питание? Кто-то ответит «да», но кто-то, я уверен, скажет «нет», абсолютно честно, потому что они своего ребенка сами могут прокормить. Может быть, это нужно сделать, и может быть, такую идею вот какой-то подарочной карты или деньги на счет, может быть, тоже нужно сделать. Вот вы говорите о том, что мусорный кризис в Риге не был чрезвычайной ситуацией, но даже ему удалось сильно потревожить работу Думы, которая в итоге привела к той ситуации, в которой мы находимся сейчас, когда нет Думы, есть вот три администратора. Как вам кажется, смогла бы Дума, если бы она осталась, принимать такие важные решения сейчас, в такой чрезвычайной ситуации, или это было бы невозможно и было бы еще более сложно, чем до чрезвычайной ситуации? Ну, вы знаете, все зависит от того, какая Дума и какая ситуация. Как вы знаете, мы закончили в состоянии в таком паралича, и Дума закончила свою деятельность, когда на самом деле депутаты не могли прийти на заседание Думы. Но я уверен, что вот все эти интриги, политические игры в такой ситуации, как она создалась сегодня, они отходят на второй план. Я почему-то думаю, что тогда депутаты могли бы объединиться, и не высказывать свои амбиции, и могли бы работать вместе. Потому что то, что я уже говорил, в этой ситуации нет позиции, нет оппозиции. Все должны быть в позиции, в оппозиции только один. Это вирус, это борьба с вирусом. Да, вот временная администрация, которую мы сегодня неоднократно по понятой причине упоминаем, пообещала, и даже второе повторила, что они примут бюджет города на текущий год, но с такой оговоркой, что без каких-то таких программ развития. Ну, сейчас, конечно, о развитии в кризис всегда сложно говорить, но вот вообще есть какие-то у вас сигналы, какая-то информация, когда этот бюджет будет принят, и что он изменит в жизни рижан, или ничего? Ну, у меня сигнал от моих бывших коллег с исполнительной власти о том, что принятие бюджета сейчас будет отложено. И это неправильно, и это неправильно. Бюджет нужно принимать, другое дело. Ну, что такое сейчас Дума? Это три человека. Надо принять бюджет, нужно начинать работать. Потом, если Дума получит какие-то установки, деньги, другие возможности с Министерства финансов, тогда его можно опять менять. Его можно изменять, его можно дополнять, его можно переориентировать. Но очень важно принять бюджет, потому что, например, если мы говорим сейчас о строительстве. О ремонте улиц. Да, мы сейчас не выходим на улицы. Да, мы сейчас меньше ходим. Да, улицы пустые, как, ну, например, в летнее воскресное утро. Самое пустое место в Риге это, наверное, Старая Рига. Если надо где-то гулять, не гуляйте по бюджопарку или не выезжайте в Юрмалу ближе к морю, гуляйте в Старой Риге, Думская площадь абсолютно пустая. Но, тем не менее, улицы надо ремонтировать. Мы же с вами видим, и мы не забыли, в каком состоянии улица Чака Марис. Сейчас пустые школы. Почему сейчас не делать ремонтные работы в школах? Потому что, скорее всего, учебный год так и не начнется. Сейчас начинать ремонтные работы в классах. Когда будет ясно, что учебный год не будет, так и будет на этой отдаленке закончен, то у строителей есть несколько месяцев, чтобы все сделать без спешки нормально. Поэтому нужно это все начинать делать. Сейчас строительство это одна, может быть, из немногих отраслей народного хозяйства Латвии, которая может греть экономику. Сейчас нам нужно греть экономику, потому что, если мы закроем все, то мы останемся ни с чем. Поэтому сейчас очень важно. Много людей приехало, те, которые занимались строительством в Ирландии и в других странах. Они вернулись в Ригу. Они тоже сидят сейчас без работы. И не думайте, что им будут платить какие-то пособия. Они работали за границей. Они придут здесь. Единственное, что они могут делать, это тратить те полученные там заработанные деньги. Поэтому они бы тоже с удовольствием пришли на стройку. Они неплохие строители, я думаю. У них тоже неплохой опыт. Поэтому было бы очень неплохо как можно быстрее принять бюджет и делать эти все ремонтные работы. То есть, фактически, закупки надо уже начинать. В внутренних дворах. Тот же самый парк Эспланада. Все ремонтные работы в школах. Та же самая первая больница. Очень важно быстрее принять бюджет. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Также можете писать по WhatsApp у 2-3-0-6-1-91. Если вы захотите задать вопрос Аксмэру Риге, Олегу Бурову, который у нас сейчас в студии. Да. Вот все-таки такой вопрос, который не могу не задать. Я понимаю, что это, наверное, больше вопрос к правительству Центра избиркома. Но вообще, ваше ощущение, вот правительство, когда отложило вот эти выборы, да, неочередные выборы в Рижскую Думу с 25 апреля на 6 июня, они вообще рассчитывали, что и выборы пройдут на конец 6 июня? Потому что, ну, пока вообще непонятно, как будет происходить предыбанная кампания. Подача списков по новому порядку, я так понимаю, в конце апреля должна была начаться? Ну да, но, видите, вы говорите об избирательной кампании Амбек, она уже началась. Избирательная кампания, это был абсолютный фальстарт для всех, да. Все стартанули, уже появились плакаты, уже начали все агитировать. Побежали, побежали, и не туда. Один из кандидатов в депутаты вообще умудрился одна партия газету издать, да, и они уже ее разбросали по почтовым ящикам, обещая светлую жизнь, да. Все это вот сейчас очень непросто, поэтому что-то прогнозировать довольно трудно, потому что, ну, например, мне говорят, что в Австрии просто уже, ну, звонил другу, который живет в Вене, он говорит, ну, у них уже появилась информация, что, может быть, через пару недель у них начнут отменять все вот эти жесткие ограничения, потому что у них там тоже нельзя больше, больше двух не собирайтесь, да, и начнется потихоньку смягчаться, потому что более такая, может быть, ситуация эта на границе, на границе с Италией, да, но, в принципе, Вене она, как он говорит, стабилизировалась, да, поэтому у нас тоже, думается, есть какие-то разговоры о том, что, может быть, в начале мая будут отменять такие жесткие ограничения, но никто это не знает. С другой стороны, сегодня утром, я прочитал в ТВ-нете, госпожа Винкела говорит, что чрезвычайную ситуацию нужно продлить еще на три месяца, то есть это говорится о том, что если на три месяца, то о каких выборах мы говорим. Поэтому сейчас абсолютно непонятно. Естественно, это непросто, и, ну, я скажу, мне тоже по-человечески непросто, потому что, когда ты закончил работу, мы были настроены о том, что сейчас будут выборы, и через два месяца, 24 апреля, уже произойдут выборы, мы начнем работать. Выбор отменили, сейчас 6 июня, немного больше, чем два месяца. Если отменится еще, еще, ну, в конце концов, нужно понимать, что делать дальше, и нужно заниматься делом. И поэтому, на самом деле, я могу сказать так, что я, естественно, хорошо знаю работу Рижской Думы, самоуправления, исполнительной власти. Естественно, у меня, ну, скажем так, руки чешутся сделать конкретные дела, помочь, потому что я вижу, что очень много нужно сделать. На самом деле, жаль, что такой возможности нет. Что будет дальше? Я не исключаю, что выборы могут вообще отменить до 2021 года лета. Посмотрим. Да, но есть ощущение, что кто бы, ну, кто бы не пришел в Ригу к власти, как только выбор состоится, это будет максимально неблагодарная работа, потому что все говорят о том, что даже после чрезвычайной ситуации еще очень долгое время придется разбираться и с экономикой, и с социальными изменениями, и с очень-очень-очень большим пластом проблем, которые нельзя будет решить быстро и просто. Ну, это будет тяжелая ситуация для всех, для государства, не для одного города, а для всей страны. Тут никто не будет жить отдельно. И все это очень непросто, потому что, может быть, на самом деле эти деньги, триллион евро в Америке, два триллиона долларов, они печатаются с утра до вечера, да, и эти деньги будут даны. Но это все равно, эта ситуация, так все это не пойдет легко и просто. Это на самом деле кризис, которого мы в своей жизни не помнили, не видели. Но если говорить о политике, понимаете, на сегодняшний момент, я думаю, что те партии, которые у власти, я, кстати, не видел, я не знаю, может быть, вы, господа, видели рейтинги политических партий, я не видел, но я думаю, что у них сильный рейтинг не упал, и то, что сейчас делает правительство, они могут сказать, да, мы принимаем решения, как много премьер говорит, мы проактивно работаем, но такого так долго не будет. На самом деле эта жизнь очень непростая. У людей, не знаю, какой процент, но очень большой процент, я думаю, семей в Латвии, в Риге, они живут, у них месячный прожиточный минимум, но запас на пару месяцев. И все. Но не на месяц, но не на месяца, чтобы работать. И эти пособия, они тоже в полной мере всем не помогут и всем эти вопросы не решат. И будет трудно. И потом, эта вся трудная ситуация, которая продолжается, она редуцирует и перейдет на отношения к правительству. Почему я это все говорю? Я говорю о том, что рейтинги, которые сейчас у власти, они будут изменяться. И поэтому, если выборы будут отложены и пройдут в августе, их сегодняшний рейтинг в конце лета будет абсолютно другой, не такой, как сейчас. И я думаю, что они это тоже очень хорошо понимают. Поэтому выборы, я думаю, всем было бы неплохо провести сейчас, 6 июня, на самом деле, чтобы как можно быстрее сбраться. Это было бы неплохо для всех. Здесь нет никаких игр. И чем раньше мы получим дееспособную думу, тем быстрее будет и политически ответственно люди могут выводить ее из кризиса. Потому что сейчас могут быть очень разные разговоры. Сейчас могут быть и спекуляции по поводу того, что делает администрация. Ну, например, те же самые пенсионеры. А что будет дальше? Отменили бесплатный проезд для пенсионеров. А вернут его потом? Естественно, это дает повод другим оппонентам сказать, все, больше уже вы, если мы не придем к власти, то вы будете все платить деньги, вы не будете ездить бесплатно. Очень много возникает вопросов. Очень много возникает вопросов. Поэтому, конечно, лучше для всех, чтобы выборы прошли как можно быстрее. Да, вот вы упомянули о этой пресловутой проблеме вывода мусора, которая больше такая была проблема надуманная и скорее связанная с юридическим оформлением всего этого процесса. И в кризис мусор надо вывозить. Вообще, многие уже, наверное, подзабыли. Может, вы напомните, а какая ситуация сейчас с мусором? Была вот эта вот закупка на 7 лет уже. Что сейчас вообще будет? Ну, начнем тогда с самого начала. Все началось с того, что Совет по конкуренции застопорил, заблокировал решение по Териге. Естественно, там были многие моменты, о которых можно было говорить. Можно было начать процедуру переговоров и изменить. Изменить и тарифы, изменить и срок договора, чтобы делать ее не таким длинным. Терига прошла, Совет по конкуренции пошел на путь, когда они все запретили. Этим они создали такой форс-мажор, непростую ситуацию. Почему я начал сейчас говорить о Совете по конкуренции? Потому что летом они приняли решение, что они должны информировать до осени, принять свое решение. Они продлили. Они продлили решение до этого лета. То есть они сами не знают, пусть уж они меня простят, что писать. И это говорит только о том, что их решение было такое юридически, мягко говоря, не сильно продуманное. В той ситуации не было вариантов, как начинать какие-то другие решения, чтобы на самом деле не создавать мусорный кризис. На сегодняшний момент на семь лет заключены договора с операторами, которые... Рига разделена на четыре зоны. Две зоны обслуживает один оператор, и по одной зоне он другого оператора. Причем еще вот один, это третий оператор, он состоит из двух фирм. То есть реально работают четыре фирмы. Мусор вывозится, договора заключены, поэтому не было никаких непредвестников мусора, кризиса мусора. Не было такой ситуации, когда, как нам говорили, сейчас мусор будет скапливаться. Этого ничего не было. Это был выдуманный кризис. Это был, естественно, выдуманный кризис. Поэтому, конечно, вот жаль то, что после выдуманного кризиса наступил настоящий кризис, где на самом деле нужна работа, работа хозяйственников, работа такая, где нужно быть кризисменеджером и не бояться брать на себя ответственность. Поскольку мы находимся в режиме чрезвычайной ситуации, и много разных спекуляций появляется по поводу того, какие еще могут быть введены ограничения, понятно, что это вопрос к правительству прежде всего. Вот ваши ощущения по поводу нынешнего кризиса и мер, которые принимаются, я имею в виду с точки зрения ограничений при движении и так далее, нужно принимать более жесткие меры или ужесточать наказание в рамках существующих мер, вводить всеобщий карантин, там чуть ли не с привлечением армии. Как вы считаете? Я считаю, что те меры, которые приняты на сегодняшний момент по поводу ограничений, они приняты, ну, передвижения, они приняты правильно, но говоря с людьми, с врачами, с своими друзьями, которые, семейные врачи, они говорят, что, увы, люди не соблюдают эти требования, эти правила. И вот я бы хотел, на самом деле, пользуясь тем, что мы говорим, обратиться к тем, кто нас слушает, ну, пожалуйста, контролируйте на самом деле. Если вы контактировали, если вы контактировали с людьми, которые заболели, но на самом деле вам нужно быть в изоляции, те люди, которые переболели или чувствуют, что плохо себя чувствуют, но вам на самом деле нужно беречь людей, посмотрите, что происходит в Италии, в северной Италии, да, ну, не надо брать такой грех на свою душу, на самом деле лучше посидеть в самоизоляции, потому что есть люди, которые могут вирус этот перенести легко, они его могут перенести, и это может стать трагедией для людей старшего возраста и для людей с хроническими болезнями. Поэтому в данном случае я думаю, что такие, ну, скажем, штрафы, проверки за несоблюдение этой изоляции, да, не должны быть, потому что мне на самом деле, ну, вот семейный врач один говорил про своего больного, который, да, на самом деле не выполняет эти условия, он обратился в полицию, сообщил о нем, потому что человек передвигается по городу, ходит, контактирует, несмотря на то, что у него позитивный вирус, но так нельзя, поэтому в данном случае нужно больше проверок полиции делать, смотреть по тем людям, которые в последний момент вернулись из-за границы, на самом деле они изолированы на две недели. Я считаю, что эти требования правильные, с другой стороны, что будет потом, но говоря об этих требованиях, опять-таки, не надо, чтобы за этими требованиями были какие-то вот другие не совсем понятные решения, как мы уже говорили об отмене бесплатного проезда пенсионеров. Это, я не считаю, это было абсолютно неправильно. Школьникам бесплатный проезд в транспорте сейчас можно отменить. Школьникам нужно сидеть дома. Если выходить куда-то, то на самом деле с родителями не одним где-то прогуляться по городу и нечего им для прогулки ездить в общественном транспорте. Всегда можно найти место, где можно погулять, подышать свежим воздухом около дома. Но сделать это только на время. По пенсионерам, как я уже говорил, я бы все-таки оставил проезд бесплатный или бы вел бесплатный проезд только, ну, какие-то несколько часов в течение дня. Да, в завершении, может быть, звонок примем 6212-939, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Так. Да, слушаем вас, пожалуйста. Значит, в случае попадания в Думу, будете ли вы сотрудничать с согласием, вот, общую фракцию создать? А то мы кандидата от согласия так и не слышим. Спасибо. Спасибо. Не знаю, насколько можно это прогнозировать сейчас, но... Такой вопрос. Не, ну и что я могу сказать? Во-первых, общей фракции не было никогда, когда партия честь служи с Риги работала, у каждой была своя фракция. Здесь не идет о создании общей фракции. В свое время, как я уже когда-то говорил, господин Ушаков предлагал Андресу Америксу с лицей объединить партии. Это решение не нашло, такой отклик в нашей партии. И поэтому мы работаем как самостоятельная партия. У нас нет никаких красных линий. Вот сейчас все очень просто. Сейчас, я думаю, самое главное всем понять, что начнется совершенно другая жизнь. Но во многом другая жизнь. И мне кажется, вот все эти политические интриги, политическая вся демагогия, это должно отойти на второй план. И вот если мы говорим о моих коллегах, о партии честь служить Риге, у нас нет никаких красных линий. Мы готовы работать со всеми, я уже об этом говорил. Но сейчас особенно я хочу сказать, мы готовы работать с теми, кто на самом деле не в разговорах, а в делах видит, как город нужно будет выводить и страну из кризиса. Здесь нельзя разделить отдельно город, отдельно страна. Мы все все должны делать вместе. Мы все вместе, как весь мир, попали в эту ситуацию. Но ведь как именно вывести страну и город из кризиса, путей может быть несколько, и какой именно путь будет выбираться, как раз таки и зависит от политической направленности партии. Кто-то будет больше напирать на социальную помощь малообеспеченным, кто-то будет вливать деньги в экономику и так далее, и так далее. Есть много способов. Есть ли какой-то приоритетный путь учесть служить Риге, или вы готовы сотрудничать просто с теми, кто наиболее активно готов работать по любому из путей? Вы понимаете, нельзя сделать так, что только социальная поддержка не вливать, как вы говорите, деньги в экономику. Вливать деньги в экономику Рига каким образом может? Нужно инвестировать в проекты, нужно делать такие движения, чтобы в Ригу больше приходило инвестиций. Потому что если ты будешь столько заниматься социально, у тебя денег на это не хватит. Нужно делать все одновременно, нужно заниматься всем. Потому что если не будешь греть экономику, то, соответственно, и люди будут больше безработных и будут больше малообеспеченных. Поэтому здесь все должно быть сбалансировано. Те же самые, несмотря на то, что прошли вот эти недели кризиса, те же самые приоритеты остаются у нашей партии. Первое – это социальная направленность. Второе – это городская инфраструктура. И третье – это, я сейчас не говорю о приоритетах, я просто говорю первое, второе, третье. И третье – это совершенное изменение работы нашего Большого Центрального Дома Управления. Рига Стамо Парвел на Экскапсторе обслуживает 4 тысячи домов. О том, что эту ситуацию нужно менять, мы с вами знаем. Мы знаем о том, какие у них были цены, повышенные на услуги. Мы знаем об их отношении к людям. И вот то, что сейчас, о чем мы говорили в начале передачи, не отменены штрафные санкции за незаплаченную вот эту абсолютно кошина с Максу платежи, это еще говорит о том, что эта структура до сих пор не повернулась лицом к решанам. Поэтому вот эти вещи нужно делать. Будем надеяться, что повернется. Спасибо большое, Олег Буров. У нас был на прямой связи.